Давай, рассказывай мне про кадыровцев и про освобождение Life News и так далее. Вот это же интересно. Да, да, да. А Кадыров был самый интересный мне сегодня с всей этой историей. Там взяли и сохранили, прям вот как он действительно говорит. Я прям услышала там голос фактически, читая вот... Да, значит, мне вчера позвонили, я был в небесспорном положении, в смысле... Это не интересовать вас. Нет, в небесспорном сотовом положении я находился в лесу. Мне позвонила, мне позвонила это самое, Комсанарская правда. Господи, они говорят, можете комментарии актуальные быстро, мгновенно сейчас? Я говорю, практически из-под Москвы, это звонить уже невозможно. Вот, и связь потом исчезла. Но вопрос, который они мне задали, они говорят, а вот как Кадыров достиг? Я стал листать потом, когда уже добрался до какого-то более-менее сносного 3G. Я стал листать, листать, там какой-то батальон Восток. Ты же знаешь, что не может батальон Восток воевать в... Батальона Восток не существует в 42-й дивизии? Ну, да, знаю. Ты знаешь, что их расформировали, что их не существует? Да, давняя история. Да, давняя история. В смысле, какая давняя? Ей, может быть, лет 5. Как не существует никакого батальона Восток. Это батальон, но тем не менее, чеченские лица, или, может быть, кавказские лица фотографируют на Востоке, да? Но они могут быть легко и украинскими чеченцами. Ну, ты же сказал, что любой человек может пойти купить муфляжную форму. Во-первых, он может действительно, и в этом нет никакой проблемы. Он может отрастить бороду, почему ему надо наклеиваться. Можно отрастить. Значит, смотри, очень много есть чеченцев на Украине. Ведь Украина, как мы хорошо знаем, лечила раненых чеченских сепаратистов. Знаешь, это было одно из крупнейших мест, где чеченцы поправляли здоровье, прежде чем снова воевать с русской армией, была Украина. Ты знала об этом, да, нет? Да. То есть, огромные, хотелось сказать, залежи чеченских боевиков были, в том числе, в Крыму и всюду на Украине, на юге Украины. Чеченские боевики, раненые и так далее, переправлялись на Украину. То есть, там мощная, может быть, не очень многочисленная, но достаточно мощная диаспора. Вадыров говорит, там были наши ребята, наши представители. Что он имеет в виду? Там были наши представители. То есть, достаточно донатить. Немцов, который, конечно, просто болтун, в особенности сегодня болтун, потому что терпит фиаско за фиаско, вся его болтовня уже стоит меньше, чем болтовня Павла Глобу. Значит, Немцов окончательно сказал, что да, кадыровцы взяли в плен кого-то из большого руководства вооруженных сил Киева и потом обменяли. Я считаю, что это ничем не подтвержденная галиматья, но, тем не менее, вот она существует тоже. Я в этой связи, я в этой связи считаю, что кадыров молодец, во-первых. А во-вторых, после того, как я посмотрел на фотографии и увидел, насколько это верно, не знаю, как будто бы фотографирующихся там в Донбассе кавказцев, испытал смешанные чувства. Ну, вот мне и не хотелось бы. Да ну, правда? Да. У меня была в чистом виде какая-то... Радость. Что-то вроде радости я испытала, надо сказать, да. Как ни странно, поймала себя на этом чувстве, хотя я не готовилась к такому развитию вообще. Но мне было непонятно, действительно, когда дотянувшаяся мне оказалась вся эта история, я думала, что она продлится день-два, если честно. Нет, вообще с воюющими кавказцами, я не говорю об освобождении людей, освобождении людей прекрасные, кадыров молодец. Да. Ну, вот так и правильно... Я не про это тебе говорю сейчас. А как вы думаете, когда он держит так становку, Сергей, почему из Дагестана каждый день... Мы говорим не об этом, слушайте меня, давайте отделим эти вещи, давайте разделять эти вещи, я предлагаю разделять эти вещи. Кадыров молодец, что освободил журналистов. Все, молодец. Да. Все. Дальше. Конечно. Проехали? Конечно. Спасибо большое, Рамзан Кадыров. Спасибо. Все сказали? Сказали. Дальше теперь. Сами фото воюющих бородачей кавказцев в Донбассе вас радуют или нет? Вот у меня вопрос. Ну? Меня, да, они же типа за нас. Смотри, 134, 21, 35 радуют, 134, 21, 36 нет. Сами фотографии, фотографии из Донбасса, воюющих там кавказцев. А у вас фантомные, видимо, эти боли, да, газоровые, потому что у вас опыт такой есть. Я-то не ездила в Грозный. Можно, я все время сидел в Грозный, да, в Грозный. И поэтому мне ничего не страшно. А вам, у вас, бывает, это все. Слушайте, ну вот это смешанные чувства, у меня смешанные чувства. Сами фотографии воюющих в Донецке бородачей кавказцев вас радуют, 134, 21, 35. Вас не радуют, 134, 21, 36. Вот и все. Вот у меня вопрос. Вот здесь вот я тебе могу сказать, что сейчас происходит? 48 на 52. 48 на 52. Это, согласись, это, согласись, серьезная дискуссионная тема. 45 на 55, 44 на 56. Нерадующих число растет уже, вот 56 нерадующихся. Вас радует, что бородачи-горцы, кавказцы воюют, вероятно, во всяком случае, множество фотографий это подтверждают, в Донбассе с украинскими военными. Вас радует это, что бородачи-кавказцы участвуют в этом конфликте. 144, 21, 35. Да. Да? 144, 21, 36. Нет. Не радует, нет. Пока 45 на 55. Давайте говорить, начнем говорить. Давайте начнем говорить. Может быть, выявим вот сейчас в разговоре какие-то мнения. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Добрый день, Сергей Мага. Здравствуйте, Мага. Вас радует или нет? Ну, радует, не радует. Смотрите, какая ситуация, я вам дам информацию. У меня хороший товарищ слушает в этой бригаде. Да. И скажу так, по Крыму, значит, была задача, значит, именно эти бригады занимались охраной руководителей того крымского состава и военных объектов. Сейчас идет та же ситуация на востоке Украины. Они сейчас пока не активны, но берут на себя полностью безопасность и охрану всех тех руководителей, которые сейчас там находятся. Вы даже можете посмотреть на фотографии. Мага, Мага, Мага. Типа революционных латышей такие, да? Ну, типа да, но хочу сказать, что они просят принимать активное участие. Там небольшой, там около 200 человек. И я не думаю, что... Но готовы поставить около 2-3 тысяч. Я понял. Радует, не радует, мне... Мага, а вы говорите, когда 2-3 тысячи... Я хотел бы, я все-таки привержен с того, чтобы в конечном итоге, когда это будет, не знаю, но чтобы восток Украины перешел к России. Может, это как-то звучит не очень хорошо, но это голова у меня такая. Да. Мага, скажите, пожалуйста, когда вы готовы поставить 2-3 тысячи, а сейчас всего 200, это готовы поставить кто? А кто им деньги платит? Кто им деньги платит? Сказали такую информацию, что было обращение к руководству России, что мы готовы завтра же вылететь на Украину. Но Москва пока не дает такого добра, пока дает только на безопасность руководителя, охрана, все лежит на этих ребятах. Телохранители. Все понимаю. Все понимаю. Контрразведка, разведка, телохранители, вот такие вот, но личная безопасность. Интересно. Очень интересно. На мой взгляд, это правильно. Иметь телохранителями людей, не инкорпорированных в действительность, правильно. Согласись. Так же, так же латышские стрелки охраняли, ты знаешь. Потому что латыша, латышу что ты там будешь анекдоты рассказывать, он не понимает. Ну в смысле, не понимает твоего юмора, не понимает, что у тебя там Петька приятель, там племянник, еще что-то. Одним словом, когда тебя охраняют местные, когда тебя охраняют местные, к ним есть подходы через местных. Когда тебя охраняют чужие, подходов нет. Ну, либо они очень трудные. Ну да. Ну, понимаешь, да? То есть лучше, чтобы охраняли чужие. В этой связи, знаешь, что я придумал когда-то? Ну, так и не воплотил, слышь ты. Не воплотил. Настен, я вообще собирался, Настен, такое сделать, отчебусь. Я, короче, даже списывался с друзьями, чтобы мне прислали в конце 90-х ангольцев. Я догадалась. Да, ангольцев. Я думал, будут ходить два ангольских жлоба огромных таких, двухметровых. Я буду доверять. И я с ними буду говорить по-португальски. Вообще хрен пойми. И это будет такой какой-то, какой-то очень правильный какой-то... А наложниц десяток леопардовых... Это бы вообще... А еще стали бы круче некоторых известных наших... Ну, круче трудных. Знаешь, это самое. Тед Тернер, когда приезжал в Москву проводить игры доброй воли в 96-м или 5-м году... Он приезжал с двумя секретаршами, за ним шли всегда две секретарши. Черная и блондинка. То есть негритянка и блондинка. Это было потрясающе. Это вообще просто... Негритянка. Просто обе электризовали. Обе электризовали полностью ситуацию. И вы каждый раз думали, какую же выбрать, да, так при себе? Себя. Нет, я подумал, если бы я был... Нет, если бы я был Тедом Тернером... Да, ну, конечно. Которой из них я сказал бы, сегодня ты пойдешь со мной. Нет, сегодня ты пойдешь со мной. Тяжелым голосом. А потом я подумал, на самом деле, что я пришел бы к обеим. Может быть, до какой-то степени. Сегодня обе пойдут со мной. Вот так бы я сказал. Понимаешь? Ну, в принципе. Да, хорошо. Телохранители. Значит, я вам дам результат вашего голосования. Остановите. Участие кавказцев, которых мы видим на фотографиях, в конфликтах на востоке Украины. Вам нравится. 46 процентов. Мне нравится. 54 процента. 46 процентов. Нравится. Мамуилок Сергеев. Да, Мамуилок. Мамуилок. Мамуилок хороший. Надо этнографическую тогда. Это все хорошие. 21-й. Мамуилки хорошие. Кикую хорошие. Господи, а не лодки какие. Сами подумайте. Не лодки. Боже мой. А? Что? Что? Не лодки. Что? Лодки. Тонненькие все. Кровью коровы в выращенные, возвращенные на крови коровы, не лодки. Мы тоже возвращенные на крови коровы. А, нет, не на крови. На молоке. Они пьют кровь, смешанную с молоком. А, молоко. Они пьют кровь. Они же пускают из вены коровы кровь, чтобы белковая пища была. Там заживает вены-то? Да, заживает. Они говорят, я говорю, как вы на завтра-то пойдете ковырять ту же рану? Они говорят, ну что вы, мы очень гуманно. Пойдем ковырять даже не только не ту же рану, а даже в следующую корову. Другую корову. А та-то что? А та заживает, потом следующую корову ковыряют. Так каждый день ковыряют новую корову. Ну, хорошо. Манька! Манька? Сюда! Вену расковыряют. Ладно, погнали. Ладно, погнали. Я про кавказцев. Вернитесь из Африки. Что вас несет туда? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, участие кавказцев на востоке Украины. Да, я хочу процитировать кусочек фантастической книги одного автора, который написал так. Тот достает из банки с растущими чудовищами новое чудовище и бросает с этого удружителя. То есть борется с ним, ломает хребет, и тогда тот достает новое чудовище. Если все равно есть профессиональные воины, они должны чем-то заниматься. Пусть они занимаются там, на благо нам и сидят. Да, интересная точка зрения. Да, они профессиональные воины. Что им делать? Вот что они должны делать? Они работают. Нет, вы правы, вы правы с этой... Да, они хорошо умеют это делать. Нельзя же из них делать рыночных торговцев. Получится черте что. Ну, конечно. Или токари из них делать, каких-нибудь за станок ставить. Они соскучатся. Нет, мы все поточим сами. Соскучатся. Соскучатся. Спасибо. Значит, если их поставить в станку, они соскучатся. Если их поставят на рынок, то с какой стати, непонятно. Правильно? Значит, вот и весь сказ. Значит, лучше всего они умеют делать войну. Вот война, это их работа. Ну и пусть все воюют. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Доброе утро. Лев из США. Лев, здравствуйте. Рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, участие кавказцев на востоке Украины. Вы скорее одобряете или скорее нет? Я вам скажу, мы же с вами прекрасно помним вызволение западных журналистов из чеченского плена господином Березовским. Был дело. Как он элегантно подъезжал на Мерседесе, забегал по трапу уже в приземлившийся самолет в Москве, а потом выходил вместе с освобожденными западными журналистами под видеокамеры. Этого я не помню. Ну, расскажите. Я в любом случае не оспариваю, просто не помню. Ну, не важно. Давайте. Да, это видеоматериалы по этим вещам лежат в интернете, каждый может посмотреть. Посмотрите, да, да. Значит, поэтому есть отдельный фильм, где Луговой дает признание, что Березовский летал в Чечню с миллионом долларов в сумке, а возвращался без миллиона долларов. Господи, сейчас не про это. Ну, так, слушайте, давайте. Кавказ и Восточная Украина. Лев, сосредоточьтесь. Да, 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 да. Совершенно верно. Так вот, то, что сегодня происходит, это, я абсолютно уверен в том, что есть определенные круги, в том числе и кавказские, которые, безусловно, играют на стороне России. Безусловно. Без всяких вопросов. Да. Но в то же самое время есть те же самые круги, которые решают личностные вопросы. Слышите. Там, что уже на юге Украины. Можно я вброшу тогда вам сейчас для обострения разговора вот такое соображение? Я говорил с одним человеком кавказского происхождения. И он, например, сказал, он, например, сказал, что, вот, послушайте меня, фраза. Он сказал, нам, кавказцам, а вообще он из этого региона, который простирается от Ингушетии до Дагестана. Он сказал, нам, кавказцам, не понравилось бы, если бы чужие вмешивались в споры братьев. Вот такая вот фраза. То есть, понимаете, в чем дело? Вот есть национальное мышление, есть государственное. И в этом смысле неважно, какие воины крошат там украинскую армию. Но есть и, например, да? Но есть и восприятие украинцев как братьев, ну, пусть, так сказать, сошедших с ума временно. И вот приглашение крошить братьев не выглядит ли здесь сомнительно? Это выглядит более чем сомнительно. Особенно, когда такие ресурсы, например, я скажу, как Live News, снимают, как одни русские стреляют в других русских-украинцев из гранатомета. И это все горячо продается на сайтах и по телевидению, понимаете? Ну, там защита. Я думаю, что это был элемент защиты гранатомета. Да, нас всех, нас всех русских, украинцев, всех славян втащили в этот рынок, понимаете? И под звон их монет нас снимают, продают, устраивают пиар-акции. Спасибо. Вот здесь есть соображение. Я сам об этом не думал. Я вам откроюсь, Настя. Я сам об этом не думал. Мне об этом сказал кавказец. О чем? Что он сказал? Он сказал, он сказал, говорил с одним человеком из Средней Азии, мне сказал. Да. Из Средней Азии. Значит, и, ну, неважно, я не буду говорить с какой страны ничего. Ну, там они тусят вместе. Это бизнес небольшой. Вот, бизнес небольшой какой-то. Вот, и они говорят, значит, и там были, ну, азиаты, кавказцы. И они сказали, что, ну, прикольно, значит, эти русские хохлов мочат там, а хохлы русских мочат. Прикольно. Друг друга перебьют там, и хорошо. Понимаешь? Значит, и я стал об этом думать. Я стал об этом думать только после слов кавказца. До слов кавказца я об этом не думал. Понимаешь? Но интересный подход. Но интересный подход. Да, он такой естественный, по-моему, очевидный совершенно. Интересная фигня. То есть мне об этом, внимание, я сейчас не скрываю, мне об этом сказал кавказец, который сказал, что, а вот нам бы не понравилось, если бы лезли какие-то чужие, там, не знаю, это пакистанцы, там, какие-нибудь, не знаю, там, поляки какие-нибудь в наши отношения. Кстати. Вот. То есть они мыслят этнично. Мы мыслим государственнически. Мы мыслим государственнически. Вы сливаете наших кавказцев, говорит Шариков. Я не сливаю. Я не сливаю. Я как раз вам говорю. Еще раз объясняю. Мы мыслим государственнически. И с точки зрения государственнической позиции, безусловно, безразлична этническая принадлежность. Полностью безразлична. Понятно, да? А вот с точки зрения... А сам кавказец, который мне об этом говорил, мыслил этнично. Понимаете? Разница. Разница есть. И для некоторых людей она существенна. 7373948. Алло, здравствуйте. Дослушаю вас. Алло, добрый день. Сергей Виталий, если у вас позволение. Здравствуйте, Виталий. Я проголосовал в том плане, что меня не радует, что кавказцы воюют на Украине, на нашей стороне. Меня это не радует по ряду причин. Во-первых, я считаю, что это воины, которые всегда готовы ударить нож в спину. И неизвестно, в какой момент они могут опять повернуться против России. Во-вторых, я считаю, что в России есть свои профессиональные воины. Это донские казаки. Да. Которые я тоже себя отдашу по роду. И это люди, которые сейчас там тоже воюют. И они воюют именно за своих братьев. За братьев, за братьев. Как я уже и говорил. Все переплетено. Давно уже родственные связи. Восток Украины с югом России очень сильно переплетен. Это всегда было так. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Чувствуется ваше волнение, чувствуется искренность ваша невероятная. Спасибо вам большое. Ну, действительно искренно, да. Спасибо, спасибо. Вот, видишь, казаки звонят. Значит, есть, есть нюанс, ребят. Ну, есть. А? Настя. Че, Настя, че, Настя? Да я вам, ну, не знаю. Что-то вам ничего не нравится. Как бы ничего не происходит плохо. Я, моя дорогая, я, моя дорогая, мое дело, мое дело устроить дискуссию. Мое дело учинить... Ну, понятно, нет, она есть, вот, 50 и 50 практически. Мое дело учинить дискуссию. Интересное дело. Я учинил дискуссию, а ей не нравится. Я за... Этап, у каждого народа есть пассионарный этап, да. Нужно их куда-то отправлять, какой-то крестовый поход. Вот, они должны насытиться кровью, друг друга должны поубивать, потом уже успокоение какое-то наступает. Да, а сейчас это пассионарные народы кто? Украинцы и кавказцы, да? Ну, они везде есть. И надо куда-то этих кавказцев отправлять, которые хотят воевать, понимаете? А, самая статика куда-то пристроить? Куда-то пристроить? Да. Спасибо. Пристроить. Они все равно пассионарные, они все равно будут воевать, они все равно будут с автоматами. Ну, и хорошо, что они заняты делом. И славно, что это за нас. И очень прекрасно, что это за нас. Есть... Мне вот этот вопрос подсказал кавказец. Нет, сами кавказцы воспринимают это неоднозначно. Они не считают, что им бы понравилось, если бы пришлые занимались их отношениями. Сами кавказцы так считают. Смотрите, ребят, смотрите, ребят, пожалуйста, пожалуйста. Я не отрицаю, что точка зрения моя, вернее, та, которая предложена мне к дискуссии вот этим представителям Кавказа, что она единственная. Да, все это не единственная. У меня завис телефон, наконец-то. Вот холера, а. Что делать? Перезагружать, да? Перезагружаем. У меня завис телефон, ребят. Да. Да. Хорошо, мы это самое... Сейчас завершить программу. Че? Че? А, давайте надо в движение. Поехали в движение. Все.